Добрый день, уважаемые! Всем приветствую! Всех приветствую! Сегодня я нашел интересные статейки. Называются «Короткие заметки». Журнал 1961 год, номер 12. Хочу заранее сказать, что сейчас зима, поэтому я не могу снимать видео и показывать видео. Как придет весна, лето, когда пчелы пойдут летать, мы будем показывать вам видео. А сейчас мы учимся на опыте других людей. И желательно эту информацию впитывать, чтобы у нас был опыт в дальнейшем. Что-то случилось, мы должны сразу обращать внимание, что случилось, по каким причинам. Прочитаю небольшие статейки, и небольшая статья я вперед рассказывал за поздний медонос. Это дополнение, очень небольшая информация, подтверждает, что это медонос поздний и проверенный институтом пчеловодства. Итак, первая статья называется «Испуганный рой». Что случилось с роем? Мне хочется рассказать об одном случае, объяснить, который я не берусь. Был теплый июльский день. В мелколесе на небольшой поляне стояла пасека. Ветер гулял по верхушкам деревьев, создавал лесной шум. В середине дня из улья вышел большой рой. Пчелы резко окружились в воздухе, но высоко не поднимались. Там их беспокоил ветер. Я сидел около куста, над которым велись пчелы, и наблюдал шум деревьев и жужжание пчел, как бы слилось воедино. Вдруг совершенно неожиданно, мгновенно, пчелиный гул прекратился, и в воздухе не стало пчел. От удивления я даже вскочил. Пчелы сидели на траве по всей поляне. Пчелиное молчание длилось минуту или полторы. Потом так же мгновенно, как попадали на землю, они поднялись в воздух и по-прежнему продолжали раение. Немного покружившись, рой привился на куст. Мне припомнилось, что в былые времена некоторые пчеловоды создавали шум, чтобы рой не улетел с пасеки. Колотили сковородку, косу, печную заслонку. Может быть, и тут на рой повлиял шум леса. Или еще что-нибудь. Итак, уважаемые друзья, если у вас были подобные случаи, или вы знаете историю, что влияет на посадку роя, то, пожалуйста, ставьте заметки, подписывайтесь, комментарии. И поясните, потому что это дает нам хороший метод контролировать рой. Если что-то случилось, вы его быстро можете посадить. Это дает хорошие, так сказать, полезные навыки пчеловодам. Я это тоже слышал. Мне тоже так рассказывали. Пчеловоды, с которыми я воспитывался. В середине сентября, следующая стаметка прошлого года, взяток из-за засухи полностью прекратился. И на пасеке сразу же появились пчелы-воровки. Применив все известные мне способы борьбы с нападом пчел, я не только не добился желаемых результатов, но упустил время, и напад принял массовый характер. Тут мне пришла в голову мысль заградить летки боковыми рамочными планками, предварительно пропилив каждой из них по два отверстия размером 5 на 7 миллиметров, с расстоянием между ними 35-40 миллиметров. Как только я закрыл летки такими планками, пчелы-воровки начали метаться из стороны в сторону в поисках отверстия. Найдя его, сразу попасть в него не могли. Размах крыльев пчелы-воровки оказывался шире от отверстия в планке. Воровка всегда держит крылья в полураскрытом состоянии, как бы готовясь в любую опасную минуту подняться в воздух. Это положение крыльев не дает ей возможности свободно проникать через пропиленное отверстие. И стоило только чужой пчеле сесть на прилетную доску, как ее настигали пчелы-хозяйки и жестоко наказывали. Спустя несколько минут напад чужих пчел ослаб, а потом и полностью прекратился. Итак, друзья, я немножко покажу вам, как это представляет. Это вот, допустим, леток, который закрывается. Он поставил эту планочку, пропилил снизу на расстоянии 30-40 сантиметров, пропилил на расстояние на проход одной пчелы 5 на 7. С этой стороны 5 на 7, чтобы пчелка проходила, и с этой 5 на 7. Пчелы сходу не могут пройти. Я не знаю, насколько широкая планка была, в смысле, ширина планки была, высота она закрывала леток, это понятно. А вот ширина была, по-видимому, ну, желательно побольше, чтобы пчела, когда она проходит, она сжимала крылочки, потому что если 5 миллиметров, она пройдет. По высоте больше надо, чтобы, может, и трут не прилетали и прочее. А вот когда крылочки она сжимает, то она попадает, так сказать, в неуютное положение. Вот такое, так сказать, с двух сторон здесь, и здесь по одной пчеле пропилил. Ну, и желательно, чтобы ширина была побольше доски, когда вы закрываете. Имея такое положение, вы можете иметь защиту от пчел воровок. Иногда, знаете, когда приходит такой случай, пчеловод разводит руками, говорит, не знаю, что делать, потому что в тот момент все с головы вылетает. Итак, ставьте заметки, в журнальчике записывайте, и всегда можете посмотреть, если случилось что-то, заранее просмотреть или, как говорится, скачать мое видео. И еще одна интересная, так сказать, статейка. Пчеловод колхозами Сталина Болотницкого района Новосибирской области Ивану Харитоновичу Хохлоу довелось принять пасеку, уже выставленную на тачок. В июне он занимался разборкой порожних ульев, чтобы их подремонтировать и привести в порядок. Неожиданно он обнаружил в омшаннике у задней его стенки улей, который лежал на боку. Поднимая его, он услышал шум пчел. Вместе с помощником они вынесли улей на тачок. Это было 5 июня. Пчелы хорошо облетелись. После осмотра семи в ней оказалось 6 рамок расплода. Несмотря на то, что улья лежал на боку, соты, склеенные между собой восковыми наростами и прополюсом, не сдвинулись. За лето эта семья отпустила рой и дала 30 килограммов товарного меда. То есть, если сказать конкретно, это удлиненная зимовка для этой семьи произошла. Но семья спокойно, так сказать, перенесла эту проблему. Еще интересная заметочка, небольшая. Эта заметочка говорит о том, кто любит рассаживать семена белой акации. Тут написано, как их рассаживать. Семена белой акации обладают твердой оболочкой, которая часто не дает им взойти. Необходимо нарушить и эту оболочку непроницаемость. Лучше всего и сцарапать. Для этого я смачиваю семена водой, смешиваю с песком и некоторое время обрабатываю в ступе пестом с зазубринками. Это повреждает оболочку семян. Не было случая, чтобы не потерявшие схожести семена превысили их весной, не давали у меня после такой обработки хороших сходов. То есть, ободрав шкуру семян, можно посадить семена белой акации, они взойдут и, если не вам, то детям вашим, внукам вашим будет хороший, так сказать, медонос. Еще интересная заметочка, тоже небольшая. Чтобы замазывать раны на деревьях, я приготовил садовый вар. В него вошли животный жир, канифоль и воск. Через некоторое время, к своему удивлению, я обнаружил, что раны плохо заделаны и вновь повторил работу. Как-то пришел в сад и увидел такую картину. Пчелы тщательно сгрызают садовую замазку, нагрызет пчела комочек и уложит его в обножку, а потом свой улей. «Ах, вы вары этакие!» – сказал я. И снова смазал раны на дереве. То есть, если вы делаете садовые вары, которые обмазывают раны деревьев, которых вы поотпиливали, веточки, то имейте в виду, если есть пчелы, они могут сгрызать. Ну и еще одна небольшая статейка. Это те, кто пользуется холстиками. Написано так. Как стирать холстики? На одно ведро воды кладу 2 столовые ложки питьевой соды и в тазу или другой посуде кипячу холстики в течение 30 минут. После этого стираю их в холодной воде обычным способом. Прополис и воск при этом осыпаются. Итак, друзья, вот такие вот, так сказать, информации для вашего пчеловодного возраста. Ну и еще одна интересная статейка. Это я уже выпускал видео, где написано «Поздний медонос». Оно называется так. И там были заданы некоторые вопросы для уточнения. Я сейчас хочу пояснить, где можно, в какой стране это развивается. Называется «Молотила вечно живущая». Ну, это такое народное название. А здесь мы прочитаем ниже. Это называется «Зайчья капуста» или «Кабардино-балкарский очеток». Это очень я уже давал указания в одном из моих видео. Это очень хороший, устойчивый. Растет в любых условиях. Даже на скальных грунтах растет. Думаю, он годится по всей территории бывшего Советского Союза. Итак, прочитаем. Над западной частью Тбилиси высится священная гора. Южный склон, ее верхняя часть и крут и обрывистый. Нигде ни травинки, ни кустика. Здесь царствуют разрушительные силы воды и ветра. В начале лета 1961 года мы посадили на отвесной скале несколько видов растений из семейства толстянковых, близких к роду молотила и хорошо известных пчеловодам. И вот серая скала, благодаря розоподобному облику молотила или «Зайчьей капусты», стала похожа на цветник из ярко-зеленых роз. Латинское название описываемое нам растение Sempervivum Globifirum То есть вечно живущее в переводе. Сок его листьев содержит много различных витаминов. При втирании в кожу лица придает лицу свежесть, молодит. Отсюда и старинное русское название молотила. По-грузински растение называется Келдишвашла Скальное яблоко переводится. А у аджарцев есть еще более подходящее название Укведава или переводится как «бессмертник». Молотила – превосходный медонос. Даже в самую жаркую погоду в июле и в августе его в цветках можно видеть капельки нектара, привлекающие в начисленных пчел. В наших посадках это растение приросло к камню и пусть поверхностные, горизонтальные, тонкие, как сети корней, в мельчайшие щели и трещины, то есть и пустила поверхностные, тонкие корни, в мельчайшие щели и трещины, защитила скалу от разрушения. Другое удачно прижившееся на скале растение из семейства толстостянковых – кавказский очиток или Седум кауказиусум зацвело в сентябре и также хорошо привлекало пчел. Особенно обратите внимание засухоустойчивое растение и медоносно, что и требовалось для пчеловода и третий хороший фактор, что оно приносит нектар до самой поздней осени – июль, агуст, сентябрь. Маринованные кавказские очитоки и вечно живущая молодила по свидетельству многочисленных дегустаторов очень вкусны и напоминают что-то среднее между маринованными грибами и огурцами. Из молодила и кавказского очитка можно готовить свежие салаты и винегреты, а также использовать их в супах и зеленых щах. Они превосходно квасятся. То есть это как щавель, или как говорят украинцы – квасок. Это все годится и в салаты, и в борщ, и в зеленые. Так что очень хорошее такое растение. Оно как и дикое растет, и как домашнее. За долгий период существования в засушливых условиях у растений из семейства толстанковых мясистые листья превратились как бы в цистерны с водой. И у них выработалась способность упорно удерживать себя накопленную воду. Мы положили молодила для получения гербария между кипами журналов. Прошло два месяца, а растения по-прежнему свежие и зеленые. В наших опытах на скалах из крупной розетки молодила вскоре вышли удлиненные боковые розки, на концах которых было по одной почке, в миниатюре повторяющей взрослую розетку. Эти почки быстро укоренились, и по соседству с материнской особью появилась колония новых розеток. Так быстро разостаясь, молодила может покрыть сплошным зеленым ковром значительные участки скал. В настоящее время исследуется возможность размножать молодила и отчетки, кроме положительно зарекомендовавшись себя посадками клубнями, черенками, отдельными растениями и еще путем высева очень мелких семян на скалах. Итак, дорогие друзья, это добавочное видео, которое говорит о очень хороших качествах, которое проверял этот кандидат сельскохозяйственных наук, написано в Грузии Мечедлишвили. То есть, это, как говорится, на научной основе проверено и доказано, поэтому, если вы сможете где-то в Грузии достать, значит, где это написано? Журнал 1961 Пчеловодство номер 2. Пожалуйста, можете посмотреть на странице 44. До встречи, друзья! Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok